Спасибо. Коллеги, ну что же, нужно задавать вопросы нашим уважаемым спикерам. Микрофон на Вашем распоряжении, готовьтесь, у Вас есть такая возможность. Я пока хочу спросить, все-таки мне интересно, как технологически будет выглядеть новая платформа. То, что Вы заявляете, что партия будет на новой технологической платформе, когда комментарии будут обрабатываться, когда Вы будете вовлекать граждан России через интернет-ресурсы, и как будут проходить вот эти слушания, как это все будет организовано? Ну, насколько я понимаю, это две темы смешные, но все-таки две темы разные. Потому что, действительно, у нас есть замечательный товарищ в прошлом министра связи ДНР, человек, который, собственно, в новой государственности строил с нуля систему связи и достиг удивительных результатов, и собрал замечательную команду, и он теперь работает с нами. И я могу, пользуясь своим недостаточно биологическим словарем, расписать во всей красоте эту картину, она, наверное, не рискует этого сделать, но в любом случае я примерно понимаю, как это должно выглядеть. Это, безусловно, будет отличать нас от других партийных организаций в России, потому что у них такой системы нет. Это мощнейшая разветвленная интернет-партийная система, где в живом режиме можно посмотреть все происходящее, все партийные ячейки, все партийные дела, всю конфигурацию отношений внутри банки, и в том числе те вещи, которые связаны с партийными дискуссиями. Вот, собственно, в общем, пересказать так выглядит, но это, естественно, так же, как пересказать полет на Лугу, то есть, я вам, конечно, это рассказать, но лучше это видеть, и скоро вы это, надеюсь, увидите. Один из проектов, который уже продекларирован, это проспетификация истории, поиск памятников, поиск подвигов. Вот, как раз 75-летняя мировщина, что вы планируете сделать в этом году? Вот, знаете, я вот чуть шире, чуть общей зайду, потому что так получилось, мы же не стихийно все сварились так или иначе в эту партийную организацию, в движение, в экспертный совет, потому что, как я уже говорил, каждый из представляющих новую организацию есть сумма своих жизненных поступков, и вот те вещи, которые мы так или иначе уже делали на своем веку, они нас и объединили. Не какие-то там партийные перспективы, а именно, ну вот это нахождение так или иначе в одном политическом, смысловом поле. И, конечно же, все вещали, связанные с охраной памяти, в том числе памяти о Великой Отечественной войне, и в самом широком смысле памяти, и что мы же не в чашку стенились, не в сиди спортивными проектами. И, ну там, мой путь как публицист, скажем, зафиксировал мои политические взгляды с 96-го года. Я с 96-го года, то есть уже сколько лет, это должно быть засчитать. Ну, четверть века я долблю одно и то же. Когда в России было не модно вспоминать о победе, когда было не модно смотреть на красный флаг и как-то реагировать на советскую действительность, я и тогда об этом писал, и говорил. И сегодня я не в корынах нахожусь, сегодня я даже, скорее, даже горжусь тем, что, видимо, это случайно, конечно, получилось, но даже вот это пресловутое выступление нашего президента по поводу наезда в польской стороне на предвоенную ситуацию и прямое объединение нас в разжигание войны там за полторы недели до этого практически дословно это получало в моей программе «Уроги русского». Эту борьбу, собственно, так или иначе, я веду и в своих телевизионных, в политических программах, и в поездках за рубеж, и в выступлениях на всех странах, куда и добирался, и тем же самым занимается, скажем, Александр Михайлович Блаков, как представителем спецпроизводителя президента по межполитическим делам разнообразным. И, естественно, вся эта работа, связанная со спасением, либо защитой памятников советскому солдату и за пределами страны, и внутри нашей страны, это, ну, огромная работа. Мы уже там вот года-два просто плотно ей занимаемся, и она просто так перешла из бывшей жизни, как бы грамотно перешла теперь в партию на работу. Ну, в этом нет никакого популизма, потому что, я думаю, всю жизнь это и так делали и из партии. Теперь в партии просто у нас для этого, надеюсь, будет ресурсов больше. Гражданин Германии Вольф фон Фихтенберг написал письмо, коллеги наверняка знают, но коротко он говорил о том, что не хочет, чтобы правда о подвиге советского народа, советских солдат и офицеров, была скрыта. Много говорится в Европе о значении и воли победы в Второй мировой войне англо-американский солдат, и он обратился с словами благодарности к советскому народу. Вы отреагировали на это письмо. К российскому, да, что я и нахожу. Ну, к российскому, да. Вы отреагировали на это письмо. Как вы думаете, что заставило Вольфа фон Фиттенберг это письмо написать? Ну, слушайте, я, конечно, не буду здесь пафосы наводить. Я не знаю, что его заставило. Я с Вольфом лично не знаком, но вы просто оцените эту ситуацию. Дело в том, что сегодня западному писателю, немецкому или польскому, венгерскому, американскому, английскому, французскому, сказать о том, что, вы знаете, во второй игровой войне, определяющую победу, определяющий вклад, определяющий победу вклад, внесли русский, советский. Для этого нужна невиданная гражданская смелость. Об этом очень неприлично как-то даже говорить. Об этом... Вот я в составе разнообразных российских делегаций, в том числе, и литературных, выезжал в стране многократно. Ну, по большей части, там, даже не 9 из 10, а 49 из 50 литераторов даже не будут об этом говорить вслух. Лучше они расскажут о том, что было бы, конечно, была чудовищная, страшная, ужасная, репрессивная страна, которая чудовищно, страшно, ужасно всех репрессировала. Ну, и там, вот эти речи, они, конечно, вызывают необычайный интерес и удовольствие со стороны разнообразных европейских литеров. Как мне сказал, один мой приятель, любимое блюдо в Европе, плохие новости из России. А плохие новости, они должны быть не только про насущную границу, хоть и мне вообще, в целом, про Россию, про российское, русское, советское, брошенное, про любую эпоху, надо прийти и искать какие мы отвратительные и вы нас восходите мы похлопаем. Вот, и то, что появляются такие персонажи, это просто удивительно, вот для чего мы дожили. То есть, мы же прекрасно знаем, кто там, кто там все-таки пришел в ареста, кто там повесил, выдрузил красный знак, и что для этого были жертвы невиданные принесены. Но об этом как-то не принято говорить. И вот этот прекрасный вид, мне специально говорят, ну, знаете, это что-то вот взвелые русские. Я говорю, спасибо тебе великие, потому что я знаю, что, ну, то есть, я предполагаю, что сейчас, ну, вот опять же, что в Польше, Венгрии, возможно, в Болгарии и в большинстве европейских стран не найдется ни одного видного писателя, который рискнет в проект сказать слух, вот для чего мы дожили. То есть, это мы витом в сегодняшнем мире, это мы витом. Мы не можем сказать, что мы потеряли 27 миллионов человек, самые страшные они человечества, спасли всю Европу, которая либо объединилась под флагом Гитлера, либо не очень как-то уверенно воевал с самым страшным и равным зломом в птице фашизма. Вот это, это действительность. Когда у нас тут начинают наши абоненты политические говорить, ой, только видобейся, я хватит своей флага, не ходи, ну мы живем в мире, ну то есть, в мире лжи. Я просто поддержал его за правду. Вот так получилось. Это, я говорю, что этот разговор, к сожалению, не будет закончен под вашим приездом, дорогой Вольф, да, спасибо, я тоже жму вашу протянувую руку, да, мы всегда ждем вас в гости, там, грибочки и водочку, но, к сожалению, вот этим, этим, этим нам не удастся ограничиться, потому что тьма будет наступать, попросить, я не могу подойти, но вот это действительно тьма. Просто поставьте эти два факта, вот то, сколько людей у нас убиты и похоронено, и то, как это сегодня преподается и преподносится во всем цивилизованном мире. Это просто кошмар, вот для меня это разрывает мое сердце. Вы знаете, несмотря на вот этот информационный фон, сотрудники в Брестскую крепость говорят, что каждый год в Брестскую крепость приезжает огромное количество потомков немецких офицеров, которые обстрелили в Брестскую крепость из Мартира Карла, которые сбрасывали бомбы с самолетов, которые штурмовали в Брестскую крепость. В этом смысле это тоже есть. Я скажу, что это безусловно и выступая перед любой аудитории французской, немецкой или какой-либо другой, итальянской, скажем, я не себя говорю, просто рассказываю, как она просто стоит. Я получаю, как правило, полную или почти полную поддержку немецкой, французской и там любой другой аудитории. Но потом эти люди подходят ко мне и практически шепотом говорят, «Аха, какой вы молодец, что приехали из России и про это говорите. У нас тут не принято про это говорить. Если ты начнешь говорить про вот эти вещи, про победу или про семью или про традицию или про что-то такое, что является для нас здравым смыслом вообще основой нашей жизни, то у нас, говорят ли французы, и немцы, у нас это воспринимается как фашизм. Мы не можем уже про это слово говорить. То, что ты приехал из России и про это говоришь, вызывает нас огромную радость. И это очень мировые процессы. Вы понимаете, обычные немцы, итальянцы, поляки, кто угодно, они понимают это, а медиа кем-то научными, мировые, огромная информационная машина. Некие клубы за этим стоящие, они совершенно другую ситуацию проецируют на все человечество. И вот это протворение, она как-то, не знаю, порождает Brexit, а еще что-то. Надеюсь, она породит огромную силу неприятия того информационного безумия, которое сегодня заедет в Европу. По крайней мере, я неделю назад выступал во Франции, и он рассказывал про нашу партию, тут же французы этнически создали собственно ячейку партии за правду в Париж, хотя их об этом не просили. То есть их тоже специалисты глибал происходящие. Спасибо. Прошу вас, вопрос у нас есть. Александр Лев, газета «Народная инициатива». Захар, вопрос, конечно, к вам, и, видимо, даже два. В словаре Олжигова правда характеризуется как явление, которое происходит в реальности здесь и сейчас, если почитать. Так вот, вернемся к здесь и сейчас. Вы, политическая партия, и быть вне повестки политических процессов, наверное, как-то сложно. Поэтому два вопроса по реальности. Первое. Ваше отношение к происходящему сейчас в истории с конституционными поправками, как мы знаем, начиная с 1-27, а сейчас число ушло куда-то очень далеко, и чего только не предлагают включить в Конституцию, многие говорят о том, что это уже, например, это какой-то кошмар и фарс. Как ваша партия к этому относится? И второй вопрос. Про сегодняшние события в вашей бывшей вотчине, ваше отношение к тому, что происходит с утра в Луганске? Что там началось? Война, земное трясение, пожар. Расскажите, пожалуйста. Луганске, это я можно моего лично назвать, потому что в последние 3 года своей работы на Донбассе я провел в Донецке, в Луганске я работал в 2014 году, но об этом сейчас Александр Казаков расскажет. Что касается разговора о правовой Конституции, мы попали непосредственно в десятку, потому что я этим и занимаюсь, и сегодня с утра, в 10 утра, я вот сидел на комиссии, на коллегии, на Совете по правовной Конституции, там я сегодня слышал цифру, что уже внесено 400 предложений, но это не означает, что все 400 предложений будут приняты, поэтому никакой мнений, я не вижу в этом никакого ни фарса, ни... Ну, то есть, конечно же, есть много разнообразных политических персонажей, которых туда не позвали, и они находятся в крайнем разношении, что вот их не позвали, и без них как бы все-все-все решают. Но в целом, почему так много поправок? Потому что это действительно вызвало, безусловно, вызвало колоссальный общественный резонанс, и только лично мне пришло порядка 200-900 предложений от моих сотоварищей по литературе, по политике, по моему делу, по сетевой моей жизни, и многие поправки просто замечательные, просто, и они продуманы, я их еще раз переформулировал своими юристами, и внес какое-то количество предложений, и по праву, по предложению, порядка 15 предложений. Из них три были, многим это слово озвучено, были на встрече с президентом. Я сказал, что надо так или иначе воспроизвести вещи, прописанные в основном законе Израиля, о поддержке диаспоры, то есть поддержке русских, русскоговорящих граждан за пределами Российской Федерации, в том числе на территории Советского Союза. Это очень важная тема, а в колоссальное количество людей остались без крыши над головой, государственной крыши над головой, я имею в виду. Я сделал предложение внести в конституцию ядерный статус. Президент, как вы помните, сказал, что это вызывает некоторые сомнения, потому что у нас может явиться более серьезное оружие, и тогда поправка о ядерном статусе России устареет, хотя у нас в конституции есть атомные электростанции, и это не мешает там находиться. В любом случае даже это предложение вызвало колоссальную дискуссию, и об этой предложении говорить чуть ли не больше о тех поправках, которые вроде бы уже помнимаются. Ну и, естественно, мы с Владимиром Машковым предложили тезис о неправильности территории России, отчуждаемости территории России ни при каких условиях обстоятельств, которые вызвало полное приятие президента. Ну и там гласальное количество вещей, которые я не буду, сейчас здесь пропорговали, которые реально важны, потому что 20 лет назад или сколько там, когда эта конституция принималась, очень многих реалий сегодняшней жизни просто не было. И это неизбежно надо оговаривать, это неизбежно надо вносить, это неизбежно надо фиксировать и, ну, собственно, и Швейцарии, и Турции, и другие страны, которые имеют по третьей, четвертой, пятой версии Конституции, и почему так надо цепляться в этот текст, хотя жизнь изменилась в некоторых направлениях и неузнаваемости. Поэтому я призвал бы не... Ну, то есть у нас изначально была такая дичайшая ирония нашего оппозиционного сообщества, что вот там президент предложил поправки, а вас обралили авида, а вы ничего не делаете на самом деле, вот вы просто как бы шерма для своих вот. Потом вдруг вызвал, что нет, на самом деле комиссия и коллегия согласны, она реально работает, она реально работает с поселением, она ездит по регионам, она отрабатывает все поправки с группой семейных туристов, разделена на пять комиссий, которые работают по 4-5 часов подряд, тут уже другое, чуть много поправок слишком принимается, но, ребят, вы определите для себя, либо как бы шерма на президента, либо слишком много поправок, которые и так не этот, и здесь не нравится, и так тоже плохо. Поэтому, слава богу, что эта работа идет, я более чем удовлетворен, потому что это просто хитрическое комодинство, но одно происходящее я удовлетворен. Если мне удастся хотя бы 3-4 поправки из 15 предложенных мной внести в Конституцию, я абсолютно убежден, что, опять же, как Сергей Никем говорил, что это отвечает коллективному желанию, коллективному духу народа населения. И, конечно же, огромное количество людей эти поправки, я говорю, на референдуме поддерживают. Вот, собственно, все. Теперь про Луганск. Саша, скажи, пожалуйста, я просто с утрами не отследил ситуацию. Так, поскольку вопрос общий, у вас будет труднедикус. Сегодня в 6 утра со стороны вооруженной силы Украины была попытка прорыва порядков сил Луганской Народной Республики в районе Национального пункта Голубовска, если не ошибаюсь. На позиции луганчан проникли 10 диверсантов. Потом часть их не сам реперировалась. Они просто на минные пользовались, понесли потери. А вот стандартная схема для того, чтобы вытащить своих двухсотых, трехсотых и для того, чтобы не вступать в диалог и не разговаривать с Луганской Народной Республики, иначе придется договариваться в нейтральной полосах, они накрыли ближайшие населенные пункты плотным армем из тяжелого вооружения, включая 152-го калибра. Более 50 снарядов имен было улучшено по населенным пунктам. Народная верица в Луганской Народной Республики поступила так и должна была поступить, она заставила артиллерию и минометры противника замолчать, ну, как вновь. что касается оценки, все очень просто, ничего не поменялось. Вы можете спросить Захара Прилепина о том, как это было в тех населенных пунктах, где стоял его батальон, было каждый раз одно и то же. Сегодня понятно, политически это политически мотивированная провокация, потому что Зеленскому можно сказать, что не будет никакого продолжения в Париже, потому что он не помнил ни одного пункта. То есть старая схема спровоцировать силы Донбасса на ответ, обвинить во всем Донбасс в Европе и сказать, что Москва в том, что в Карижи не будет продолжения с Агентом на Агентской Четверке. Ничего нового вообще. К сожалению, с нашей стороны есть 200-ый, с нашей стороны 200-ый. Количество сообщат будет. хорошо. Добрый день, Андрей Шмидтинбасса. Спасибо, что пришли на объявление интересное. И я все-таки хочу понять, как позиционировать вашу партию на политическом поле. Вы пытались сделать для меня и, честно говоря, я так и не понял, потому что правда позиционировалась невозможна. Вы сами понимаете, правда, у каждого своя, у каждого они, серая, любая партия, мы за правду, мы за справедливость, в нашем понимании. И вы тоже. Соответственно, вас пытались позиционировать к идеологии. Было сказано, идеология формируется, пока нет. Значит, ну, самый тогда простой способ позиционирования отношения к действующей власти. Вот вы себя позиционируете как партию нового власти, разделяющую эту правду, которая уже есть. Тогда в чем добавка? Или это все-таки против власти, или как-то и тогда в чем неправда? В чем вы видите неправду, которую надо поправить? Спасибо. Ну, просто вопрос понятен, но когда власть ставится единственной точкой отсчета для существования в том числе и нашей организации, это не совсем верный подход. Я вот сейчас в третий раз сошлюсь с Геем Ефиева. Дело в том, что, конечно же, народонаселение России является точкой отсчета. А является ли оно оппозиционным одномерно или является провластным одномерно? Безусловно, это крайне сложный и очень сложно сегментированный вопрос. В этом смысле о наших политических взглядах не так сложно догадаться, потому что даже вот за этим столом больше половина 20 лет пишет тексты. Я написал 21 книгу, из них 5-7 точно на политические и экологические темы. И все мои личные постулаты я давно произнес. Они достаточно разнородны, в том числе и по отношению к власти, потому что здесь мне может нравиться, здесь мне может категорически не нравится, здесь я просто радикальный противник. Вы говорите, вы за или против? вы как-то должны потом народу обидеть. Мы объясним все народу, безусловно, объясним все народу, потому что видите, какие раздельные у себя, но у нас есть вещи, которые мы сформулируем для вас. Мы сегодня для этого и проводим пресс-конференцию. Вот сегодня сейчас, дай мне раз тебе расскажу. Мы сейчас сидели и говорили с Натальей Алексеевной Врачнинской на эту тему. Я сейчас был во Франции в 2-й раз, там если выступаешь перед правой аудиторией, там и упаси Бог хотели сказать про Ленина-Троцкого или вообще левую поездку, потому что правая аудитория и левая готова тушить. Если ты из левой аудитории выступаешь, то, спасибо Бог, ты будешь говорить про правую повестку про нацию, и просто что они считают что это фашизм. Но при этом в русской голове это вполне нормально уживает. Понимаете, мы вполне нормально за последние 25 лет вести себя и правую, и левую, и либеральную компоненту, потому что, конечно же, русский человек куда более дирократичен, чем, скажем, наши новые пресловутые либеранты. В этом смысле я прошу у вас минимальные паузы. Мы докажем вам на живейших примерах в чем наше отличие от существующей парламентской фракции и в чем наши претензии к действующей власти. Спасибо. Можно добавить, Захар, если что, чтобы об этом вопросу слушать. Но давайте тоже не будем здесь работать. Вы же понимаете, как раз, что попытка отстроить по оси-кординат вы за и против манипуляции это мягкое вовращение, это кримитивизм. Потому что жизнь в том числе политически гораздо сложнее. Я понимаю, что есть, так сказать, стремление одних построить абсолютно лояльную парадигму, а других абсолютно оппозиционную. Но и то, и другое на самом деле, ну, мягкое говоря, вовращение. Мягкое. А в большинстве случаев просто манипуляция. Потому что глупо говорить, что вы знаете, я или за все то, что делает власть, или я против всего того, что делает власть. Это не обоживых людей. Это не обоживых людей. Обоживых людей это так, вот у себя спросить, да, по своей собственной жизни. Вот ты, как бы, жизнь прожила, ты все, что ты делал, было абсолютно правильно. Нет, не все. Вот что-то, как бы, было ошибко, а что-то было правдой, это было успехом. Так и в политике, на самом деле, это упрощение. Давайте вот так вот, нарисуем. Это, знаешь, хорошо получает? Это хорошо, ты скажешь, грампы получает. Потому что грампы получают, тут надо четко определить, я против власти, все, что власть делает, все плохо, то, сказать, дайте мне грамп. Или, наоборот, я за власть, все, что власть делает, все хорошо, дайте мне грамп, но и с земля. Это не про жизнь, и даже не про политику. Хотя, я понимаю, что это удобно с точки зрения манипуляции. А что касается правых и левых, когда-то, не было у нас большого мероприятия. Никаких правых и левых, к большому счету, их не остается уже даже в Европе, и все меньше и меньше. Это европейская политологическая парадигма, защитная степень, она для всего остального мира навязана искусственно, она натянута нарушена, вопреки здравом способе. За пределами его она вообще не работает. Не работает давно. А в России вообще в защитной степени это все, так сказать, ну, очень-очень условно. Всегда было и условно сейчас. Я бы позволю тоже два слова. Процитировать Захара на смерть и рассказала слова, которые мне врезались, я их сегодня не использую. Если вам не хватает маркера для того, чтобы в какую-то дичейку сотых нас засунуть, как обычно делают, то заказала фразу «Вот в нашей парке это, вот, видите ли, это сумма нашей биографии». И, заметьте, у всех людей здесь присутствуют, в аудиториях, слушателях, читателях, есть недоиментированное ядро. Это не разные люди читают, слушают, смотрят, для которых здесь сидят. Это реально. Для начала, мне кажется, вполне достаточно. Это сумма биографии тех людей, которые вписались в это. Прошу, еще вопрос. Добрый день. По полной. Захар тоже. Я сразу сказал, просто поситирую. Это, значит, чтобы опять было непонятно. По-моему, этим заканчивается его выступление на съезде. Мы не за власть, не против власти, мы лучше власти. Если уж вам отношение к власти нужно как-то позиционировать, вот, позиционируйте так. Добрый день. Вчероссийский научно-технический журнал «Полёт». Называем «Остар» для научно-технических телевизоров. Вы знаете, вы сказали, что Россия всегда достигала успеха, когда двигалась неоглядность по сторонам. В следующем году исполняется 60-летний «Полёт» в Юрии на Сечахагане. На мой взгляд, это был такой вот фактор, который позволил нам неоглядно с их сторонам достичь очень высоких результатов. Главное, это обеспечивало науку, промышленность, увеличивало производительность, по-чему, говорил Дмитрий. Но, к сожалению, не затронули самый важный вопрос. Это вопрос научно-технической интеллигенции, которой, насколько я, в вашем коллективе не присутствует. На мой взгляд, это большое существо недостаток, потому что, уверяю вас, в этой среде представителей науки и самой главной техники, те люди, которые формируют научные результаты технические и производительность туда, в том числе, вот этот спектр человеческого капитала на нашей стране совершенно незадействован и находится в некоторых учениях. Это касается всех партий, и прогласных, и невластных, и хорошего. Вопрос, как вы собираетесь вот этот вопрос решать, или собирается привлекать кого-нибудь свои работы привлечены. Я сейчас сразу переозвешу его вопрос без обещания. Дело в том, что я вопросы подобные периодически слышу. Люди увидят, когда сами с фотографией части нашего коллектива движения, они говорят, что-то я не вижу рабочих, а где у вас крестьяне, а фермер есть хоть один? Вот опять собрать. Дело в том, что у нас все есть. Конечно же, и в этой аудитории и сегодня у спецедренции было два доктора экономической навыки, это относится к этой теме, космонавты, я могу сказать, инженеры должны создать новые техники, новых направлений в науке. Ну, скажи-то так. У нас даже на первой конференции сидел целый союз молодых инженеров. У них, по-моему, больше ста отделений по стране, во всех внукоградах и везде. То есть, это было самый первый публичный наш выход. Это во-первых, вопрос вы ставите правильный, но в том случае действительно не отвечает. Спасибо за вопрос. Если бы мы пригласили всех инженеров и конструкторов, которые есть у нас ученых, то здесь бы не достаточно хотелось взять. Они есть. Мы опираемся на научное сообщество, в том числе на инженеров в большом количестве выявляли вас. вот чуть на другую тему отвечал в прошлый предыдущий. Мы за что? Где мы поддерживаем власти, где мы против? Мы за любой процесс, который способствует развитию России. То есть, с точки зрения управления, мы за все позитивные, созидательные, развивающие процессы, и в том числе развитие новости технического прогресса, мы с ним не денемся. Потому что следующий этап развития производительных сил, это роботизация. Мы должны подготовиться к тому периоду, когда роботы начнут делать роботы. И сегодня процесс развития людей и развития науки это главнейшая задача. У нас программа тоже учтена. Вы выступаете. Спасибо. У вас тоже вопрос? Прошу вас. Галина Савиньевич, канал ТВ НХО, орган Казеты Народной Инициативы. Вопрос за Казетой Прилетовым. В своей программной речи на съезде вы сказали, партия создается для того, чтобы идти во власть, я так понимаю, законодательную власть. Соответственно, вопрос такой, какие законы ныне действующей правящей партии вас не устраивают настолько, что вы хотите сами идти во власть? Я не буду, конечно, этот вопрос называть мотивационным, потому что он вполне конкретный, но идти во власть, чтобы ее не только запрадательную, но и исполнительную, и другие органы этой власти идти для того, чтобы справиться какой-то гибель в праве и три закона, то это слишком малая задача. Безусловно, я считаю, что то, что называется системным подходом, мы должны демонстрировать, потому что есть колоссальное количество вещей, в целом, ситуация в России, она не исправляется поправками, добавками или отменой ряда законов, принятой Государственной Думой прежде не создавал. Не об этом речь. Возможно, у каждого присутствующего здесь есть свои законы, которые их не устраивают. И мы сейчас вам выводим 25 часов. Делать, это, конечно, не в этом. Дело в том, что мое ручное представление о том, что в России необходима перезагрузка политического истебричного рута за счет тех людей, которые предыдущие своей жизни и биографии доказали свою безусловную преданность интересам России. Безусловную, абсолютную преданность интересам России. И я на этом наставил. Здравствуйте, меня зовут Денил, информационное агентство «Активити Юду». У меня тоже вопрос Захару-Прилепину. Скажите, вы создали новую партию, а каким образом вы привлекаете именно молодежь к работе в партии? Каким образом это будет? Создаваться молодежное движение, развиваться. У нас сегодня огромное количество в стране молодежи, которые не заняты делом. по улицам это тоже право. Скажите, есть какая-то продуманная программа по этому вопросу? Я не буду. Продуманная программа по этому вопросу нет, потому что собственно и партия находится в состоянии создания регистрации и движение объявлено не так давно и собственно идет сейчас такая базисная застройка нашего движения, потому что поступает колоссальное количество предложений о вступлении о создании региональных ячеек и мы сейчас просто пересобираем, расставляем свой шахту и доску, смотрим по региону, смотрим по задачам. Я в этом думаю, я когда мы были на движении, когда были на съезде, мне задали тот же самый вопрос, уже собственно партийная активиста, они сказали, вот, молодежи, я сказал свою личную дочку зрения, возможно, кто-то посчитал даже, может быть, некорректор, неполиткорректор. Я говорю, я не буду, не буду пытаться понравиться молодым, я не буду делать, не поступать в качестве видеоблогера, который ругается матом и хочет перебегать, это в этом нраве, очень хорошо, какой-то часть молодежи, я в правности, какой-то, я не очень, часть, спасибо вам за понимание, какой-то часть эти вещи, которые я высказываю и высказываю, товарищ, делал в том, что мы пришли вот с той самой выстраданной правдой, и пока еще, я не придумал язык, которым я эту правду объясню молодым людям, вот мой замечательный молодой товарищ Матвеев, он сказал, Захар, ты очень правильные вещи говоришь, что ты предлагаешь молодым борщ, ты говоришь, что это полезно, вкусно, что у тебя не будет язвого желудка, они хотят круассан, а возможно, они хотят чипсы с таблетками нажраться и наслаждаться, я еще не придумал дома для того, чтобы накормить их, борщом, мы как-то придумали совместно, в любом случае, мы уже пришли с такой группой серьезных думающих людей, что вот создать молодежную мечеть, не так, как бы всех развлечь и увлечь, нет такой цели, у нас и так достаточно молодых, мотивированных ребят, которые к нам уже пришли, вот пускай они, молодые, придумали, как в своих светских общаться, потому что для меня вот эта тема не самая главная, вот у нас огромный народ, молодежь, ну сколько, процентов, десять в стороне, вот, а еще где-то бросит 90% с которыми никто не разговаривает, я пришел с народом говорить, а молодые, ну, пусть подтягиваются, это моя позиция, я не выдаю себя партийной, возможно, она даже неправильная. Спасибо вам огромное, мы тоже готовы подключить к этой работе, я вас очень люблю, спасибо вам. Захар, я, кстати, продолжаю вопрос коллеги, хочу спросить, у вас же есть, мы тоже называем партийным проектом, по социализации воспитанных детских домов, есть, по большому счету, это же вот как раз об этом, мы с ним этим проектом занимаемся, мы его запустили, но пока еще о результатах буду говорить еще рано, вот эти вот проекты, часть они созданы до заявления о создании партии, часть созданы только что, и на каждом проекте мы по отдельности ощутимы, и это все, ну, то есть, это все серьезно. тоже работа с молодежью, тоже работа с молодежью, конечно, работа с молодежью, по архитектурной защите, допустим, вот мы ездим по городам, просто бьемся там за, вот, кстати, господи, как же это было, это училище, а? Вернице, да, да, там, 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 конечно же, вот для молодых людей, у нас сейчас за последние годы, появилось такое понятие, которое раньше в полной мере не было, европейские понятия, я дали патриотизм, люди, они точно понимают, что там за правду, что там эти люди хотят, какая-то империя, а вот у них все маленький городок, свои маленькие дома, свои маленькие дворики, они об этом у нас не переживают, мы уже в городах, наверное, 10 уже заехали, и везде очень активно работаем, ведь там, но, да, люди приходят, они причем радикально других взглядов, но они говорят, ну, вот вы молодцы, вот вы приехали, и все, все у нас более-менее начинает налаживаться, вот это я вижу тоже частью-частью, составляющей части нашей единицы, хорошо? Всем добрый день, Игорь Сергеев, информатурно.ру, сегодня Иван Иванович нас всех приземлял очень сильно, и я пытался приземлить еще больше, а если бы коротких моментов, это первый, руководство партии заявляло о готовности о намерении в скорейшее время получить регистрацию Ньюста, но по-прежнему в базах значится только как оргкомитет, вот хочется узнать, в связи с чем процесс остановится? Мы должны, как бы, на один деле были подать документы, но вы, наверное, на нас скомпение, как и мы, и на нас больше должен вопрос. Документы же на данный момент тоже, ну, мы на две недели поддаются, и дальше процесс не отразится. Тогда вот следующий момент начну. Вы, Захар, ранее объявляли, что в 2020 году партия будет участвовать в выборах региональных депутатов в 11 регионах, и в сколько территориях для гостей от выборов уже созданы региональные отделения? Хочется узнать. В каких объемах намерены участвовать в выборах? И, может быть, есть уже представление, с какими политическими силами стоит объединиться, чтобы нарастить свой вес? Нет, мы пока ни с кем не собирались обвиняться, мы ни с кем не ссоримся, и вот эта, опять же, вот эта задача, сказать, с кем вы, против кого, она перед нами не стоит. У нас задача, ну, сугубо, дела будет. Вот, например, если мы, у нас регионные ячейки в 50-х, там 8 регионов уже были на съезде движения, учредащих партий, а так у нас по всем регионам России уже есть люди, готовые работать, люди, которые уже работают более того. Тысячами исчисляются люди, которые уже вступили в организацию, а количество, которое будет там через какие-то кратчайшие сроки, я даже боюсь не сказать, потому что он будет большим. Ну, причем мы за этим даже и не стремились создать массу организацию, а как-то против даже вашей не тоже, против вашего, а вопреки на нашем вступлении она создается. Так вот, поработали мы во всех регионах, где идут выборы, и чего еще? А чего я должен сказать все? Все? И даже не идут выборы уже работали. Последний нюанс тогда к вам. У нас в учреждении съезде было сказано, что нынешний год будет экспериментальным, пробным, что вот на этих выборах в этом году будут результаты оценены. Вот если они будут не провальными, но не удовлетворительными, изменятся ли планы на 2021 год, на 20-е выборы, будут для них, как-то, скорей-то, не в этом случае. Ну, вы слушаете, это должен быть в нашей кавалиции, вы же убеждены, что наши партийные мышцы, там, балманы, всех победим. Ну, чего зачем я буду пройти? Если бы у права, мы бы общимся, распустимся. Ну, чего? Все будет нормально, не переживайте. Все зависит от вашей поддержки. Освещайте нас и вам, как бы, достаточно. Под нас. Главное, поясни, это же один депутат, если будет избран, это уже не право, потому что, собственно, этого достаточно. Спасибо. Коллега, у вас вопрос. Задавайте. Здравствуйте. Моисковская СОФИ, Федеральное агентство новостей. Иван Иванович упомянул, что вы собираетесь отменить ИД. А будет ли какая-то иная проверка знаний в школах в Острии, окончании 11-й, или в классе? Иван Иванович, давай отвечай. Я, значит, поскольку я являюсь многодетным отцом, конечно, я не профессионал в педагогике, закон творчества и других, как бы, совершенствия нормы. Я ориентируюсь. И ИД совершенно бессмысленный объединенный инструмент не делающих наших детей подключения. Не, более того, отбирающих у них возможность получения академического образования в силу просто расфокусировки. И, положено, ко мне, домой ходит преподаватель, который натаскивает моих детей, благ, я могу себе позволить, но, тем не менее, на сдачу обычных экзаменов и на сдачу ЕГЭ. И, если это все забудется, она чуждая, давно себя решившая система, которая не дает возможности детям развиваться и получать в полной мере академическое образование. Также нас очень тревожит невозможность детям из малообеспеченных семей, а это большинство России, провинции, даже надеяться на получение высшего образования, потому что бюджетных мест очень мало. А высшие учебные заведения за последние несколько десятилетий как-то удивительно коммерциализировались. И вот у меня дочь, она учится на третьем курсе, она отличница, она, передней, бюджетница. То есть я выплачиваю. Хотя она отличная, нет бюджетных мест. Что вы говорите? Это моя дочь. Я зарабатываю на съемках, я, ну, у меня есть возможность. А у людей в провинции нет возможности. Каким бы ни был гениальный мальчик или девочка, у них нет надежды. Ну, в общем, такая ответственная надежда. И одной из задач вот нашей партии, вот такого направления ответственного за просвещение является, опять же, протежирование интересов подобного рода молодежи. Наверное, самое полезное, что мы можем сделать, я от себя могу добавить, что у нас каждый имеет такие вот предложения я предположим устойчивый сторонник отмена воратории на смерть на грязь. Это чушь, что мы кормим толпу из врачинцев, которые перед этим душевые детей насиловали. Зачем? Это никак нас не унижает моральный конгресс, ну, как это в Америке, почему же мы не предъявляем эти претензии, это странно, у них как было, так и есть. Ну, и еще много всего. То есть мы хотим приложить усилия к возвращению нашего образования в академическое русло. Влад, у нас это академическое русло базилось и на регуляционной базе преподавательской, и на советский период прекрасно, кстати сказать, отчеркнете. Согласен, что с Захаром, что уже отчеркнение нас приводит к пустоте. и вот я отрегусь, мы обсуждаем вопрос с попыткой отменить историю, как бы там ни было, мы не должны забывать, что мы дети, внуки или правнуки великих людей, героев. Практически, вот я не знаю, как вселенная Маркур. Что-то мы не должны забывать, что в каждой семье Советского Союза есть человек, который погибнет в Второй мировой войне, исправляя ошибки цивилизованного мира. И больше два семей может быть сейчас не уследили, невозможно отследить, но скорее всего есть люди, были те, кто стоял на разбежах нашей Родины и отставил права мира на разнообразность существования или на вручение монопартизм. Ну, велика 1912 года я был обширен. Слава по поводу обрабатывать и все вести. Ответил и благодарю. Да, спасибо. А вот если будет отменено ЕГЭ, что же будет с теми, кто его уже сдал? И вот я, допустим, на первом курсе института, я сдала ЭГЭ и вот меняют, я зачем вам это понятно? Я думаю, вам нужно на то, если не все нужно иметь правь. А вот право, вот это мы, как-то задавал вопрос, вспоминал толковый словарь, ведь правда экземпологический приходит смысл прав для культуры и данной реальность. Довольно реалистичные люди. Мы понимаем, что у нас, у меня, во всяком случае, нет образования для того, чтобы я мог систематизировать обучение, инвестирую определенного уровня. Но у нас есть люди, кто в этой сфере специалист, не надо все делать самому, нужно передавать специалисту, я уверен, что он будет нагляд, вы не будут не пострадать, это уже сдавал ЕГЭ, это все по непосредственным вопросам. У нас есть гигантская проблема с самой конституцией, но я, честно говоря, за пределами этого зала не держать, даже за кармин обсуждать, потому что буду оказывать как-то присягу заседателя давления, он же представленный совет будет. Вот я буду раздумен. В практике 13-й стать, это то, что защищает нам идеологию. Это принцип сумасшедший. В идеологии есть свод общепринятых представлений о правильном и неправильном. Это не означает, что, это не означает никакого навязывания, это означает только констатацию реальности и согласие всего общества с данными постулатами, начиная от того, что нельзя опорки выкидывать в окно и заканчивая вселенской победой всего на свете. Я не знаю, многие другие будут видеться впоследствии. Что-то такое. Все и великие, и малые, и земное, и небесное. Все это есть идеология. Если эту статью не отменить, никогда не появится институт, который сможет цивилизованно цинксурировать продукцию на телевидении в мощнейшем орудии идеологии. Мы воспитаны на телевидении. Вот сейчас переходят это все в сеть, но форматы остаются. Мы не контролируем телевидение. У нас нет рецептуры, и она не появится пока нет. будет эта идиотская, ненужная, бедная и прадская статья. Мы не сможем это делать с театром. Мы не сможем цинксурировать театр. Цинксура вызывает у нас негативные ассоциации, но они больше вынесены израиль к советскому театру. И вот это навек. Как бы там не упоряли советские времена, советские времена это приумление художников и вне. Никакая цинксура не способна встать на пути настоящего художника. Более того, она даже в плюс который начинает работать, нельзя обмануть творчество от Бога. Можно? Да. Последний вопрос. А сущение про добавление к ответу. Во-первых, по второй части вопрос закон он обратной силы не имеет. Мы же собираемся законы менять, а не революческую страсть. Поэтому если вы уже все сдали, значит, это с вами все останется. Это первое. А второе, за каждый сам началом вы говорили, что у нас первое физичное слушание, которое будет проводиться с огромным количеством экспертов и персоналов, будут посещены как раз этой темой воспитания, посвящения, образования. Я надеюсь, что по результатам мы увидим на конкретные формулировки. Прошу вас. Здравствуйте. Антон Алексеев, эстонское телевидение. Обязните, пожалуйста, для меня в основном с полиэтологом, полиэтиллоком, и подвечем. Скажите, вы с Кремлем как-то свою партийную инициативу согласовывали, вы общались с кем-то там, потому что просто видно, что в России без этой санкции как-то трудно создать партию. Те, кто применяет, те, кто подстоит не очень успешно. Это раз. Насколько ваша инициатива как бы партийная вообще как бы... Есть ли у вас информация о том, как там на вас смотрят, поддерживают, как-то потом видим, что вы заедете в экспрессию сказ. И второе, это уже вопрос про деньги, извините за такое, деньги на партсторичество. И в этой связи я просил господин Бакова вот сказать, вы, как я понимаю, я вот ориентируюсь по интернету, в интернете может и тут, вы члены Совет Федерации, и вы члены партии Единая Россия. Вы, как члены партии Единая Россия, принимаете участие в строительстве партии за правду. И правда ли то, что писали СМИ после учительного съезда, что именно вы являетесь таким основным спонсором партии. Спасибо большое. Есть вопросы, на которые даже отличить не следует. Как раз это сделали. Такие вопросы задают. Значит, надо внимательно читать, есть информация на интернете более правдивая и соответствующая название даже. В том, что касается лично меня и других. Поэтому, если позволить, я просто вам скажу, что первая часть вопроса имеет никакого отношения и вот здесь раздраживается просто непонимание самих политических процессов, которые происходят в нашей стране, в том числе элементарно партнер, может стать любая организация, коллектив и никто не может воспрепятствовать. Что касается финансирования, то на съезде руководящий органы или оргкомитет полностью обнародовал и суммы полученные от участников этого процесса и даже статьи расходов. Поэтому, здесь тоже все понятно и я не хочу повторить, что это не столь актуально для наших организаций. Ну, я советую и всем всегда советую меньше читать Телеграм, выключить вообще его, потому что я знаю, что это такое. Есть какое-то количество безработных политологов, которые с утра встают, и чтобы привлечь в себе внимание, о принципу Христакова, который рассказывает, что он инсайдер, я спор на дружеской ноге, я с таким дружеской ноге, я вот это услышал, слух, это, высасывает это из пальца и скамливает другим людям, проверить эти другие люди все равно это не могут, и они вынуждены верить. Так создаётся виртуальная реальность о том, что есть какой-то грех, который стоит над каждым журналистом, над каждым политиком, над каждым еще кем-то. Я работал в администрации президента. Я вам могу сказать, что в Кремле есть один человек, это девушка, которая занимается всеми малыми партиями в Российской Федерации. Вы представьте себе, как эта девушка одна, будет раздавать какие-то команды, каждому право говорить, что делать, значит, вот, Наталья, она над нами сейчас летает ее дух, и к нам, она, наверное, говорит, что нам говорит здесь в Таасе, значит, согласовывать все наши движения, а еще журналистам, а журналистам, и еще, и вот, понимаете, вот это вот все безумие, что там, в Кремле, вот это небольшое количество людей, в том числе, те, которые отвечают за средства массовой информации, за связь с ними, это тоже несколько человек всего. А если телеграм-каналами, что каждое слово там сенсурируется мифическим кремлем, башнями какими-то и так далее, все это абсолютно чушь. Если вы хотите быть взрывомыслящим человеком, просто в это все не верите, живите с нормальным, так сказать, с нормальной чистой головой. И когда не появятся вопросы, значит, о том, что там, кто согласовывает. кремль относится ко всем подобным вещам, вы, кстати, не первый человек, очень много любителей, они предприниматели разные, иногда подходят общественные дети, виталий, мол, ты там кремляских знаешь, давай вот, скажи, можно разрешение получить на сознание партии или еще что-то? Я говорю, вы знаете, я могу вам и так сразу сказать, вы, конечно, можете еще сходить и проверить, но вам скажут одну и ту же сразу, идите и создавайте. Если вы хотите, идите и создавайте. Кремль не занимается тем, чтобы там, если вы создадите ячейки во всех отделениях, как это и будет по закону десятка регионов, если вы проведете учредительный съезд, большая работа, если вы создаете исполком, это везде люди, все, если вы такие крутые, если вы все это сделаете, тогда на вас как-то с уважением посмотрим, что же ничего себе вы это сделали. Людей, которые проекали, чтобы создать и что-то сделать, их было полно и сейчас они будут и таких людей много. и в итоге, когда началась реальная работа, они подписи элементарные даже не могут собрать в одном единственном каком-нибудь регионе, чтобы выглянуться. То у них там подписи прошивые, то у них мертвые, то еще что-то такое. Вот. Поэтому здесь взялись всерьез. Есть офис, есть исполком, есть региональное отделение, все это шуршит, работает. И причем, почему это делается по вопросу, практики? Это делается с минимальными абсолютно издержками, потому что все современно и все электронизировано. Все через сайт все делается. То есть, современными способами. Это не нужно как тысячу, альтери, сто тысяч, экип-курьеров, сколько, сорок тысяч экип-курьеров, да, которые ездят, там, здесь, значит, все надают. Все сейчас делается на современном уровне, на современной астре. Я не уговорил никаких разрешений не получал, не получаю, не получать не собираюсь, первое. Второе. Никаких совещаний в секретах не участвуют, не участвуют, нет, я, честно говоря, садил в моем секретном совещании, но никто не приглашает. Что касается кремлевских средств, КАС, с радостью получил над деньги, никто, не знаю, дружу, талончиков, не присылает. Меня он приедет, так сказать, позвал, я подумал, сказал, давай попробуем. Все. Вот просто поставить деньги и со вкусом. И это абсолютно не важно. Спасибо. Ну что же, вопросы исчерпаны, ответы даны. Я благодарю всех. ПО what about you?